всем привет вы снова на канале территория м и этот выпуск я посвящу обзору всех своих колоний но начнем наверное с наших фей ребята развиваются растут очень хорошо такие вот красавцы вот но соответственно с тлей не окончена война для есть но как сказать частично ее стало меньше кормлю очень много я их сиропом и минимум даю белка ребята сами пытаются регулировать но все равно как видите на листиках есть для это тля доставляет много конечно неудобств вот но феи живут периодически устраивают лед но нет самцов есть только самки поэтому здесь вот что-то я так понимаю это как раз из-за тли некоторые веточки не очень хорошо себя чувствуют но воюем пока пока вариантов не предложено скажем так таких интересных чтобы было если кто-то что-то знает чем можно помочь ребятам буду очень очень благодарен вот такой вот у нас пейзаж немножко космический тут все так поперекопали сделали вот такие вот ходы ну и соответственно соответственно вот так ну что пофей рассказать проблем не доставляют влажность любит высокую так хорошо размножаются тоже недавно товарищу отсыпал наверное несколько сотен а может быть и тысячу фей но у меня количество не поменялось вообще никак такие вот ребята ну что ж поехали дальше я многие спрашивают что же происходит с вот этими ребятами салтаторы а что салтатор едят живут один солдат умер самец умер коконы не распаковали вон они валяются таракашек едят вот яйца периодически появляются но съедаются обе матки не сбросили крылья вот кстати яичко но яички какой-то странной формы вот они за ними не ухаживают вон там еще тоже есть вот не ухаживают ничего не делают матки с крыльями ну в общем была договоренность что сергей добавит мне немножечко салтаторов вот собственно собственно как-то вот так вот такие дела фуско 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 размножается поросята ужасные прям вот смотрите как заляпан гипс вот кушают тараканчиков пьют сиропчик все у ребят хорошо есть прям расплод хороший новых очень много появилось рабочих по сравнению с последним разом вот маточка сидит но из-за их мутячки ее нормально не видно вот она где-то здесь вот расплод яички держат где-то есть здесь прям куколки но в общем у ребят все хорошо следующие на очереди у нас руфе барбисы также ребят все хорошо очень пугливые вот но почище чем фуски ведут себя прекрасно вот и расплодик вот такое количество расплода все у ребят вроде как вполне себе вменяемы и неплохо есть яички есть личинки все кушают кто удивил действительно это вот эти ребята эти ребята удивили меня объясню чем в общем они ударились в рост да в такой который я от них совсем не ожидал это маника рубида то ли про канала моя тема с подогревом то ли еще что-то я не знаю но давайте посмотрим вот здесь мы видим расплод опускаемся но тут не очень хорошо конечно видно здесь мы видим сидит матка и и кто много расплода а вот здесь мы видим расплод собственно расплода просто гора гора и маленькая тележка температура сейчас держится в среднем 25 26 иногда чуть там побольше 27 поднимаю но в общем картина вот такая дальше пошли экспериментальные ребята вот такие вот у меня есть ребята это семейка протенсисов да да это протенсисы было было изъято парочка оплодотворенных маток накопаны небольшая часть рабочих и собственно эти ребята вот здесь вот вот так вот но они очень любят сильно влажность я пробовал делать градиент залезают во самые влажные камеры посмотрим что будет дальше наблюдаю за ними недели две вот здесь у меня еще одни очень интересные ребята к сожалению камеру придется перевернуть вот здесь я пробую с двух разных гнезд собрал это фули это вы наблюдаете самцов а вот и матка на данный момент они продолжают быть крылатыми вот но пока не сбрасывал а также из гнезда собрал это очень и очень удивительно собрал рабочих в случае чего и чтобы устроить подсадку так вот фули просто абсолютно необыкновенный муравей первых они начали уже что-то строить в пробирке то есть это пробирочная арена вот такая вот да то есть включена через трубочку пробирочка сейчас я просто вот поставлю телефон так чтобы он не упал вот вроде не падает и покажу вам интереснейшую штуку так мы берем и вытаскиваем сейчас вот тут сейчас секунду не очень удобно об и тогда я не знаю у меня было ощущение что я взял маточку но может быть и нет потому что матки у фули очень слабо отличаются от рабочих и у фулей матка отличается от рабочих только торопцам но вот если вы присмотритесь эти ребята мы сейчас посмотрим на них по-другому сейчас посмотрим на них через линзу потому что ребята действительно уникальны очень-очень впечатлили да то есть сейчас блин очку так ой простите друге я вас всех напугал линзочка обычная 12 крат вот и вот здесь если вы видите по центру это вот то есть чего они строят переходы в домиках то есть это то ли слюна то ли еще что-то очень агрессивные ребята очень интересное поведение вообще просто в восторге получится заиметь семью я буду крайне крайне рад прям вот как то так вот дорогие мои читатели как вы правильно называете смотрите или зрители вот а вот эта штука не почему-то защищают вот она вот они видите на пробирке что-то построили но в общем как то так буду наблюдать за этими ребятами дальше но и надеюсь все таки получится то что такое с фокусируйся вот вот она вот она чистится моется тут защищают там усердно не понимаю что возможно я взял матку все-таки да то есть возможно потому что их они очень шустрые разглядеть их очень тяжело вот но какой красивый хоть попробуем его тоже про гляну через линзу этого парня симпатичной рубашки почему-то линза не получается сейчас 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 вот он вот он рабочий формикопротенсис стойка агрессивная что-то ждет такой парень он не парень конечно он девочка ай сфокусировались на папа вот как то так вот ну что ж на этой ноте наверное мы с вами закончим на этом красивом друге подруге всем спасибо подписывайтесь ставьте лайк в следующий раз попробую снять небольшой обзорчик про всех кто у меня в пробирках всем удачи ну и хороших просто всего хорошего